Для обеспечения границ безопасности каждое государство, особенно малое или среднее, будет искать большого союзника. Вместо бессмысленных глобальных организаций, утративших способность регулировать международные отношения, таких как ООН, ПАСЭ, МАГАТЭ и так далее, начнут образовываться иные силовые линии. Или, иначе говоря, оси, и уже образовываются. Например, такая Москва, Дамаск, Пхеньян, Тегеран, Пекин, Дубай, Нью-Дели. Как вам подобное созвездие? Это я еще Африку не посчитал. От прямой конкуренции мы начинаем переходить к новому сотворению мира через крупные очаги влияния. То, что наш президент называет многополярностью. Теперь нам притворяться и стараться быть хорошими, стесняясь защиты собственной суверенности, больше не надо. Годы идут, ничего не меняется. Вот вам карикатура из журнала «Крокодил». Называются экспансионисты. По карте расползаются амбициозные стрелки во все стороны света. Карикатура вышла в начале 70-х годов. Время покажет, насколько мы вернулись в ту же самую карикатуру. Жесточайшая атака на сектор газа – очередной побочный эффект избирательной капиталистической псевдодемократии. По случаю войны в Израиле президент США Джо Байден из овального кабинета записал целое обращение к американской нации. Он заявил, что Штаты обязаны помогать Израилю и Украине в противостоянии с Хамас и с Россией, поскольку не могут позволить террористам и тиранам победить. Что если не остановить стремление Путина к контролю над Украиной, то он не ограничится только Украиной. Так он сказал. Кажется, мы это кино где-то уже видели. А, точно, «Империя зла», 1983 год. Рональд Рейган. 40 лет назад мы это кино смотрели. Это, видимо, повтор. Так вот, Байден прав. Диктаторы и гегемоны всегда вызывают еще больший хаос своими действиями. Такой, какой они разожгли в свое время на Ближнем Востоке. И еще он прав в том, что империя наша действительно очень зла в последнее время. Зла на бесконечные подлые манипуляции. Потому что сравнивать Украину с Израилем, а сектор газа с Россией, это пропагандистский подлый прием. Потому что если искать во всей этой истории параллели, то они будут чуть иными. Сектор газа можно было сравнить с Крымом. Сравнение связано не только с выходом к морю. Этот анклав стал для современной националистической Украины то, что называется токсичным регионом, который Киев, по сути, отвергнул. Так что аккуратнее тут надо заливать про сектор газа и Хамас и сравнивать Россию с террористами, а Украину с Израилем. Многие мои добрые знакомые едва ли не требуют, чтобы нами была проявлена четкая солидарность именно с Израилем. Об этом можно было бы вести речь, когда бы Израиль проявил четкую, солидарную с Россией позицию касательно Украины в свое время. Когда из Израиля хлынули бы прочь наши поуехавшие в ужасе от того, что власти их новой родины за Путина. Вот тогда можно было бы всерьез поговорить о солидарности деятельной. Мы бы всех тут от обстрелов приютили и палестинцев, и израильтян. Милости просим, Россия большая и щедрая. Только вот без этих, без релакантов. Но деятельно поддерживать в России мы будем только тех, кто рубится и молится за нас.